На базе Центра образования номер 11 специалисты консультационного центра для родителей провели групповую консультацию. В очередной раз сказали, как повысить их компетентность в вопросах образования и воспитания детей. Центр, как и прежде, оказывает консультации в очной форме через выездные и дистанционные консультации. О планах и результатах работы специалистов расскажет Альбина Ламкова. В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта образования в нашей республике продолжает работу Республиканский консультационный центр. На следующий год, в 2024 году, Центр образования номер 11 останется республиканским консультационным центром. Что в Москве ценили нашу работу, и мы выиграли грант, и на следующий год. Мы понимаем важность данного мероприятия, потому что от психологической атмосферы в семье зависит не просто функционирование семьи, а функционирование государства и эмоциональная составляющая будущих граждан. Сейчас проходит Всероссийская неделя родительской компетентности в рамках реализации мероприятия по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям или законным представителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в своей семье детей, оставшихся без попечения родителей, федерального проекта «Современная школа национального проекта образования». Призываем всех родителей воспользоваться бесплатными услугами. В наше время рыночных отношений так редко предоставляют что-либо бесплатно. Тут государство готово оплатить. Самое главное, что есть в наше время, это образовательную, воспитательную услугу. Образование век информационных технологий стоит очень дорого. Поэтому, дорогие родители, придите, мы сделаем жизнь вашу лучше и ваших детей. Консультации по вопросам образования и воспитания детей до 18 лет могут оказать помощь дефектолог, педагог-психолог и логопед. Еще бы хотела призвать к следующим. Мы все время говорим, ВПР, как это страшно. ОГЭ, боже ему, а ЕГЭ это вообще караул. А скоро у нас будем писать сочинения, и вся семья начинает себя накручивать. Вот я вам хочу сказать, не надо этим заниматься. Есть специальные люди, которые готовы вас настроить, настроить ваших детей, всех ваших бабушек, дедушек, всех, кто в вашей семье переживает за выпускников или учащихся школ. Педагогическая грамотность родителей, их просвещенность в психологии, мотивированность их на полноценное воспитание своего ребенка – залог успеха в обучении, развитии у него социальной и жизненной компетенции. Над чем и работают специалисты. Я провожу консультации для родителей на протяжении уже пяти лет. Также мне помогают и психологи, и логопеды, и дефектолог. Наша работа очень эффективна для родителей. Они получают консультации и очень довольны. Мария Мбаташева воспитывает семерых детей. Полученная психолога педагогическая информация на таких встречах всегда своевременна. Каждый раз что-то новое и полезное, говорит она. У меня в семье особый ребенок. И мы обращаемся с ребенком, как бы специалистом, дефектологу, логопеду, психологу. Очень хорошие результаты. Бывало, что комплексовали и не хотели разговаривать с другими людьми. И как бы вот сейчас и стишки учат. Получить бесплатную консультацию и психологическую помощь могут все желающие родители. Записаться можно по электронной записи на официальном сайте центра. Также услуги оказывают дистанционно, по телефону и скайпу. А в некоторых случаях возможен выезд на дом. Моя тема на сегодня это развитие, воспитание и обучение детей с ОВЗ или инвалидностью. На данном вебинаре мы знакомимся с понятиями. Также даем рекомендации, говорим общий план действий для родителей с детьми с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью. И мы заметили, что когда мы проводим наши вебинары дистанционно, то большее количество родителей, законных представителей, имеют возможность подключиться к этому вебинару. Потому что, как вы понимаете, мы проводим это не только в выходные дни, но и в течение будних дней. Еще в рамках Всероссийской недели родительской компетентности специалисты консультационного центра будут работать на выезде в Зеленчукском районе, так как поступило много обращений от ее жителей. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.